приветствую ухэлянд стой стой не переключайся сейчас все объясню я тут посмотрел авторитетных людей так вот авторитетные люди сказали что если ты когда тебе говорят не выходишь из автобуса ты ухэлянд если ты начинаешь вот это рассказывать про закон когда тебе ряд покажи документы если ты начинаешь горить а покажите свои документы а какие у вас законные основания и вот эти все игры в демократию законность начинаешь все ухэлянд сидит дома береги колени а если ты если ты вдруг дорогой наш ухэлянд стал таким смелым храбрости набрался и решил деру дать отсюда и нас здесь всех оставить мы мы то есть народные депутаты выходим с предложением с предложением которое зафиксировано в законопроекте 10453 чтоб тебе не повадно было давайте посмотрим смотреть мы будем сравнительную таблицу и вот здесь здесь с левой стороны и и здесь то как было а вот здесь вот в этой части справа это как будет и я сейчас давайте я чуть увеличу чтобы вам удобно читать было чтобы лучше видно было вот это она некрасиво так ничего для ухэлянд of сойдет хэштег сарказм так вот давайте посмотрим статью 332 не будем трогать здесь ничего нас не касается потому что это касается только тех людей которые организовывают пересечения незаконное пересечение границы вот поэтому это нас не касается мы будем говорить о том что касается тех людей которые сами пересекают границы и вот здесь есть статья 332 прим 2 и что здесь написано смотрите здесь написано следующее перетинание державного кордону с метою за подъяння шкоды интересам державы або с метою ухиления від призову на військову службу під час мобилизации на особый период дальше читать не будем карается по сбавленням воли на строк ви трех до пьятый роки от вот она от трех до пяти то есть санкция в принципе такая же как и по статье 336 уклонение от мобилизации так вот конечно у вас вопрос а как вы собираетесь отделить и определить что у меня цель была уклонение от призыва а не цель была спасти колени вот здесь я думаю будет следующая будет так пересекал границу значит ухиля все же понятно но что вам не понятно кто еще может пересекать границу только бухля вот конечно с точки зрения закона вы скажете ну стоп ну мы ту надо доказать а как доказать а что будет если у человека на самом деле отсрочка ну представим себе что это студент и вот он пересекал границу и что вы его будете по этой статье нет он не может быть субъектом потому что у него ухил ухиления нема и вот получается все люди тогда которые имеют отсрочку но пересекали и попались они уже поэт под эту статью не попадают так но мы говорим о тех отсрочках которые не выездные но отсрочку имеют например и конечно же конечно же как мне думается по этой статье можно было бы если ее примут если законопроект 10 453 станет закона тери теоретически можно было привлечь тех людей которые получили повестку на отправку ну то есть прошли влк были признаны пригодными получили повестку на отправку и решили не являться в тцк и сп а дать деру и бросили нас здесь всех с вами так вот в этом случае логично да по этой статье было бы привлекать но уже кто-то чувствую задается вопросом а их же можно привлечь по статье 336 уклонение от мобилизации ну правильно если человек повестку получил и не явился уклонение от мобилизации так вот здесь может стоит воспользоваться принципом бритвы окамы да и не плодить сущности без необходимости но то такое это решать будут депутаты как привлекать людей к ответственности здесь кстати дальше есть часть 2 что если там вы в несколько человек идет вас либо вы повторно тогда от пяти до восьми лет вот но понятно здесь если сопряжено с насилием там с оружием то конечно тут срок уже от 8 лет до 12 ну правильно ну если человек конечно границу собирается пересекать с оружием понятно там надо давать по полной тут без вопросов и без всякого сарказма так вот что в четвертой части они предлагают они говорят следующее что если человек который пересек гос границу вот такие ухы ланд ухы ланд пересек гос границу но потом в течение шести месяцев вернулся на территорию украины и сообщил дпсу о том что он выезжал этого человека мы освобождаем от уголовной ответственности но понятно явка с повидной все дела облегчают ситуацию но у человека есть только полгода передумать то есть если после полугода он вернулся и сдался в дпсу тогда уже все тогда будет уголовная ответственность ну и конечно же хочется напомнить что в соответствии с конституцией украины право на выезд из украины может ограничено быть только законом и как сказал верховный суд обращаю ваше внимание это не мое мнение на сегодняшний день верховный суд сказал что да нет закона специального который прямо б запрещал человеку выезд из украины во время военного положения ну нигде такой нормы нет но при этом верховный суд говорит что с учетом публичного интереса да то есть общего такого интереса всех граждан украины ну можно с помощью других законов и каких-то еще нормативно правовых актов ограничивать право на выезд но верховный суд на тонны верховный суд это высшая судебная инстанция и с ним спорить уже не получится его решение не оспариваются более того его решения они обязательны для всех судов низшей инстанции ну и собственно говоря для всех нас по сути да поэтому здесь что что хочу сказать хочу сказать что мы должны жить по закону есть у нас конституция украины в первой статье да а всегда мы выносим на первое место то что наиболее важно там написано что украина есть правовым государством а правовое государство в том числе предполагает и наличие законности в этом государстве чтобы все соблюдали закон и вот мне очень хочется чтобы мы жили с вами в такой украине которая поистине было таким правовым государством чтобы европейские страны даже нам завидовали и брали нас с пример с нас пример а для этого мы должны соблюдать закон все должны соблюдать закон все без исключения без того кто ты что ты как ты где ты каких ты крыс любишь и любишь ли ты грызунов любишь ты их колени либо не не любишь колени грызунов все должны соблюдать закон и тогда бы мы с вами жили в таком правовом государстве как что еще европа в нам бы завидовала и брала с нас пример и надеюсь мы когда-нибудь к этому действительно придем ну а на этом у меня все если вы считаете что видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой youtube канал в описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал приглашаю вас и туда там оперативнее все новости появляются и конечно традиционно пожелаю вам удачи благополучия и мира пока пока